Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Давно я не снимала ролики на вот этом чудесном красном фоне, все по нему очень сильно соскучились. Сегодня я снимаю не такой уж и весёлый ролик, как хотелось бы, но я обязана вам рассказать об этой истории. Недавно я выкладывала сториз в свой инстаграм, где сообщила о том, что моей подруги больше нет. Это был не вброс или не просто какой-то кликбейт, я хочу именно в этом видео рассказать вам, что в конце концов произошло. И вообще я хотела отходить немножечко от формата страшных историй, но вы очень сильно попросили меня рассказать вам эту ситуацию. Да и вообще уже больше месяца, даже больше двух на моём канале не было каких-то страшных историй, я подумала, почему бы и нет. Я хочу пожелать вам приятного просмотра, и если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои ролики ещё не один раз. После того, как я вообще узнала об этой ситуации, я была в полном шоке, потому что я в жизни ещё никогда ни разу не переживала чью-либо гибель или же смерть. Не считая знакомого, с которым я общалась только в лагере, я вам снимала об этом ролик, история о гибели друга в зимнем лагере. В общем, желаю вам приятного просмотра, сейчас я всё разложу по полочкам и вам расскажу. Надеюсь, вам понравится, и мы можем начинать. Поехали! Девочку звали Катя, с которой, в принципе, произошёл весь этот ужас, и я с ней познакомилась только тогда, когда переехала в Москву. Я бы не сказала, что мы были какими-то супер-хорошими близкими подругами, но это тот человек, с кем я познакомилась впервые, как только переехала в Москву. Я уже не раз вам рассказывала, что я переехала в Москву, и произошло это, по-моему, в 2017 году, ещё летом. Где-то месяца два летом я практически не гуляла, я просто занималась собой, снимала какие-то ролики. Естественно, присутствовали знакомые, но Катю я подразумеваю как первую девочку, с которой я начала общаться, именно вот в пределах школы. На 1 сентября, как только я пришла в свою первую школу, я чувствовала себя очень неловко и, естественно, познакомилась с ней. Она подошла ко мне, мы начали общаться, она рассказала мне про эту школу, потому что училась там с самого-самого первого класса, и у неё там было очень много знакомых. Со временем общения она мне показалась немножечко странной, у неё присутствовали какие-то непонятные моменты, и она много мне рассказывала. То есть, если шла речь о какой-то, например, болезни, или о каких-то неприятных моментах, или я, например, листала ленту, да, в интернете, показывала ей, типа, «Блин, посмотри, что тут произошло, капец, ты это читала», она сразу отходила от этой темы и такая, «Блин, Карин, давай на другую тему, мне это не нравится». Ну, как бы я не обращала на это внимания, и мы общались нормальненько так, она со многими ребятами меня познакомила, познакомилась с учителями так нормально, чтобы подойти, я ещё помню, учителя мне дарила конфеты, типа, «Блин, посмотрите, я такая прилежная ученица», а потом все эти учителя меня выбесили, да, потому что очень часто подкалывали меня насчёт того, что я блогер. Прошёл год, и уже в восьмой класс Катя перешла в совершенно другую школу, я не интересовалась в какую, и после этого мы прекратили общение. И ещё, кстати, я не могу сказать, что в школе, вот именно в седьмом классе, когда только-только я переехала в Москву, я, типа, общалась с ней очень часто, нет, такого не было, она меня познакомила с ребятами, мы там с ней как-то гуляли на переменах, я могла её назвать знакомой-подругой, не лучшей подругой, не близким человеком, ну да, пару раз она была у меня в гостях, но так, чтобы доверить ей какие-то секреты, нет, такого не было. Так вот, перевелась она в другую школу, мы с ней изредка переписывались, спрашивали, как у нас друг у друга дела, задавали какие-то вопросы, очень часто мы с ней переписывались на тему «Блин, надо бы увидеться», «Да, что-то я тоже постоянно занята, надо бы встретиться», и никак не доходило дело до встречи, либо я была занята, либо сама Катя. Школа, если не ошибаюсь, её находилась, ну, где-то в километрах 40 от моей, да, достаточно далеко, и, по-моему, школу она поменяла из-за того, что переехала сама по себе в другую квартиру. На то время ей было 16 лет, потому что, ну да, мы учились в одних классах, мне сейчас 16 лет, но она была старше всех в классе, и у неё где-то недели-две назад наступил день рождения, то есть ей исполнилось 17 лет, она старше практически всех ребят была, и всю остальную историю я узнала от совершенно другого человека. Почему? Вы совсем скоро узнаете. Катя со своими подружками договорилась поехать в Швейцарию. В честь её дня рождения они договорились, родители подписали согласие, одной из её подруг было 18 лет, я не знаю, как так можно было, я, кстати, на эту тему не задумывалась, я за границу одна ни разу ещё не ездила, но там, как оказалось, родители могут подписать какое-то согласие, что отпускают свою дочку на такое-то-такое-то время поехать одной, или с такими-то-такими-то подругами в Швейцарию, или куда-либо в другое место, точнее, в какое-либо другое место. Поехали они туда на неделю, в принципе, заселились в один номер на троих, Катя взяла с собой двух подруг, они очень круто отдыхали, у них был крутой отель, и родители разрешили им отдыхать исключительно в пределах их отеля, там были горы, всё было так красиво, офигенно, но что-то пошло не так, и они решили не слушаться родителей, и в один из дней поехали в торговый центр, который находился за пределами. Они уточнили у гида их отеля, куда им можно съездить, и сами по себе они не выглядели на свой возраст. Им сказали, когда, во сколько они могут съездить в тот или иной торговый центр. Естественно, они это скрыли от родителей и отправились туда. Что могу сказать насчёт отдыха? Отдыхали они очень круто, там были крутые бассейны, бассейны с подогревом, сауны. Сам по себе номер у них был супер-мега крутой, завтраки, обеды, ужины, всё включено, всякие полдники. И они были очень счастливы, отметили день рождения, уже потом поехали в этот торговый центр. Имеется в виду на следующий день. Так вот, рассказываю, что там произошло. Они засели в какой-то ресторанчик, заказали там определённую еду, перекусили, по-моему, выпили там какие-то алкогольные напитки, и решили отправиться дальше, чтобы затариться, походить по магазинам, чтобы соврать родителям. Они заранее договорились сказать им, что якобы это у них в отеле есть такие магазинчики, и они якобы там затарились. До этого девочки замечали, что Катя сама по себе начала вести себя очень странно. У неё очень часто кружилась голова, она очень часто как-то вот так останавливалась, за что-то держалась, и такая, блин, девочки, подождите, мне что-то плохо, можно вас попросить перенести мне водички? Очень часто брала с собой воду, не могла очень долго стоять на ногах и постоянно куда-то садилась. То есть для того, чтобы прогуляться где-то, ну, её хватало часа на полтора максимум. Ну и девочки втроём после ресторана отправились сходить по магазинам, ну и как раз-таки там произошла та ситуация, после которой я и решила снять это видео. Мне сейчас очень тяжело вообще думать о том, что произошло, и как бы, блин, я была в полнейшем шоке, когда со мной поделились этой историей. Они втроём ходили по магазинам, и одна из них сказала, так, я, пожалуй, пойду в этот магазинчик, вы меня подождите. Катя со своей подругой сказали, что типа, ну, мы пойдём в другой тогда магазин, встречаемся вот тут через 20 минут. Они договорились, та девочка ушла, и с Катей осталась всего лишь одна подруга. И вдруг эта подруга замечает, что Кате стало очень и очень плохо, прям вот так плохо, что она побелела, её затошнило. Она такая говорит, ой, блин, пойдём, пожалуйста, на лавочку, мне что-то не по себе, меня тошнит, пожалуйста, пойдём, сядем. Осталось, ну, метра два им идти до лавочки, и тут Катя просто падает. Она падает, её начинает трясти, её трясло с такой степенью, что она не контролировала, что она делает, её как будто вырубила. Когда я читала эту историю, я, естественно, по всем этим симптомам поняла, что это эпилепсия. Её очень сильно трясло, у неё тряслась челюсть, у неё дёргались глаза, у неё дёргались руки, её трясло, она вообще не контролировала, что она делает. Прямо так сильно трясло, что все люди вокруг, они, естественно, сбегались, и та подруга, которая всё это увидела, она была в полнейшем шоке, и она чуть ли сама в обморок не упала, естественно, пыталась на английском как-то донести до людей, якобы, «Пожалуйста, срочно вызывайте скорую, пожалуйста, вызывайте скорую, это капец, помогите, помогите, помогите», потому что её подруга не знала, что делать в этой ситуации. Ну и что происходит дальше? Катя очень сильно трясётся, видно, что она прикусывает себе язык до такой степени, что у неё изо рта начинает литься кровь, и подруга Катя замечает, что у неё пошла пена изо рта. Я не знаю, ребят, вообще, как это сложно сталкиваться с подобными ситуациями, если, например, я бы такое увидела, мне кажется, я бы тоже упала в обморок, потому что, блин, это очень больно, это капец. Трислась она так очень долгое время, люди пытались что-то с ней сделать, и подруга Катя обратила внимание на то, что какой-то мужчина был русскоговорящий, то есть он выражал свои эмоции на русском языке, и он кричал, «Люди, она заглатывает язык, пожалуйста, помогите, люди», и он в это время просто подбегает к ней, пытается что-то сделать с её ртом, щупает её пульс, и не понимает, что происходит, где-то минут пять бесполезной траты времени, и он просто отсаживается, и садится в полном шоке, видно, что у него бледное лицо, что он реально охерел от происходящего, и тут уже подбегают люди, которые знают, в чём проблема, вот такая огромная толпа людей, естественно, прибежала та подруга, потому что не поняла, что происходит, и увидела там Катю. Ну и, собственно говоря, люди под самый конец, до них как бы дошло, да, что человека нужно срочно перевернуть на живот, потому что так надо, как мне написала девушка, которая поделилась со мной этой историей. На самом деле, с подобными ситуациями я никогда не сталкивалась, но Кате, к сожалению, так и не смогли помочь. Я на самом деле просто в шоке, и та девочка, которая видела всю эту ситуацию, она поделилась со мной этой историей, и попросила не называть ее имени, и попросила не рассказывать в подробностях, прям в подробностях эту историю. Я не знаю, из-за чего это все произошло. Как я понимаю, эпилепсия это такая болезнь, когда ни с того, ни с сего человеку может стать плохо. Вы представляете, насколько страшно смотреть на такую картину, когда ты видишь, как человек перед тобой трясется, как он просто то бледнеет, то синеет, то, я не знаю, у него меняются все цвета, имеется в виду кожи, и он просто лежит, не контролирует себя, его трясет, он вот ключики, у него идет пена изо рта, я извиняюсь за такие подробности, но когда мне рассказали об этой истории, я, ну, я была в шоке. Я была в полнейшем шоке, я не знала, что мне делать дальше. Но имеется в виду то, что я понимала, что да, с этим человеком я целый год практически общалась, хоть и не так близко, но все равно. И я поняла, что этого человека больше нет, и как бы, блин, становится как-то пусто на душе, не по себе, хоть и она и не была мне самым близким человеком, но я понимаю, сколько же, да, болячка на всем этом свете. Чем же только человек может заболеть? Это просто трудно даже представить. У меня даже в голове столько болезней нет, сколько их вообще априори существует. Я записала себе историю в инстаграм, да, и многие сказали мне, Карину, сними видео, пожалуйста, расскажи нам в подробностях эту историю, и, блин, ребят, я не знаю даже, как мне закончить эту историю, я просто в шоке, я в таком шоке, что вы просто представите себе не можете, у меня сейчас колотится сердце, я вообще не хотела об этом вспоминать. Блин, берегите своих близких, обращайте внимание на их поступки, может быть, они что-то скрывают или чего-то недоговаривают. Подруги Кати, они не знали о том, что она болеет чем-то, может быть, это была в принципе не эпилепсия, может быть, с ней просто случился такой первый приступ, который, к сожалению, оказался смертельным. Родители Кати, они ограничили общение со всеми этими подругами, они были просто в шоке, когда вы всём этом узнали, естественно, им оставалось отдыхать ещё три дня, они приехали в Швейцарию по первым же билетам, но, к сожалению, столько попыток было спасти Катю, и все эти попытки, они были бесполезны. Мне написали не в подробности, всю эту историю, потому что не хотели, чтобы я рассказывала, например, какие-то моменты, но Катя, как мне рассказала её подруга, и как говорили люди, заглотила язык просто, и им же задохнулась. Я надеюсь, меня этот ролик не ограничат никак, и вы сможете его нормально смотреть. В общем, мне очень сложно, и мне нужно время для того, чтобы прийти в себя, потому что ни разу в жизни не было таких ситуаций, чтобы человек, с которым я общалась длительное время, ушёл из этой жизни, поэтому хочу вам сказать просто спасибо большое за то, что вы выслушали мою историю. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного, и будете натыкаться на мои ролики ещё не один раз. Ну, а с вами была Карина. Ещё раз скажу, берегите, пожалуйста, своих близких, тогда у вас всё будет хорошо. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok